Ну, если совсем, совсем, совсем одним словом, то, ну, допустим, это будет слово не из русского языка, из английского, undead, ну, приблизительный перевод не жива, не мертва, да, ну, в смысле, скорее, скорее, наверное, жива, но эта жизнь, она после смерти даже где-то, то есть вот такое сложное, как бы, зависание между бытием и небытием, оно вот определяет, как мне кажется, и статус, и восприятие современной живописи. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, действительно, вот это вот желание наносить краску на поверхность в определенном порядке и принимать какие-то решения, которые никто, кроме тебя, не может принять по поводу наложения краски, там, пятна, мазка, линии, всего остального. Вот, вот это желание, оно не иссякает, оно пульсирует, мне кажется, в истории искусства, и немытьем, так катанием, да, его дверь, оно в окно возвращается в профессиональное поле. Видимо, это достаточно глубокое такое желание, оно связано и, конечно, с какими-то психотерапевтическими свойствами живописного занятия для художника, и с тем, что, ну, действительно, пока еще не кончилась вот некая большая историческая эпоха, которая, допустим, началась 200 или 300 лет назад, так вот, пока она не кончилась, людям все-таки свойственна вот эта вот потребность рассматривать изготовленные руками образы. С одной стороны. С другой стороны, ну, как бы сколько можно. И, в принципе, как с точки зрения какой-то ценности культурной, да и даже с точки зрения развлечения, вот это нанесение краски на холст, занятие довольно-таки, ну, ну, не знаю, если назвать его вульгарным немного, может быть, это даже и чересчур, но около того. И вот, вот как бы борьба этих двух элементов, желание и отказа, она и определяет вот этот пограничный такой, не просто маргинальный, а, как мне кажется, супер маргинальный статус любой современной живописи, включая самую признанную, как ни странно. Вот такой парадокс. С одной стороны, вот больше всего судьбы современной живописи, так называемой живописи, они напоминают судьбы потомка, допустим, аристократической фамилии некой, который спустя десятки лет после там всяких буржуазных, пролетарских, каких угодно революций возвращается в страну, где его предки владели дворцами там и так далее, и его не расстреливают, что характерно. Все, демократия, терпимость, cultural diversity, культурное разнообразие, ему, наоборот, даже готовы предоставить какую-то скромную работу, некое место в обществе, иногда слушают, что он скажет, что он думает и так далее. То есть вот, скорее, живопись, она некогда была абсолютно таким и символом, и инструментом власти. И сегодня, конечно, она тоже, как и другие виды искусства, она инструментализируется и так далее, но, в принципе, занимает вот некие такие пограничные территории в поле современного искусства. И это, я думаю, очень хорошо для живописи, на самом деле, потому что с нее снята вот эта системообразующая ответственность, ответственность центрального, там, ключевого, самого важного вида искусства. Ответственность снята, и, соответственно, оказываются возможными новые решения и комбинации форм. Сегодня в живописи, вот именно благодаря ее такому, как бы, постмаргинальному статусу, можно смешивать, я не знаю, фигуративное, абстрактное, что угодно. Преодолеваются вот эти вот противоречия, в которых путался 20 век. Как правда, ложь, там, восток, запад, абстракция, фигурация, вот эти все вещи. Все это легчайшим образом можно комбинировать и смешивать, и достигать неких новых эффектов. Правда, уже без вот этого такого царственного положения. Тут, мне кажется, что стоит вспомнить первоначальное, бытовавшее сто лет назад, как раз в эпоху авангарда и модернизма, значение слова «медиум». Сто лет назад, или чуть больше, медиумами называли персонажей, которые говорили голосами духов, вызывали духов, и от их лица сообщали некие пророчества, другую там ценную или не очень ценную информацию. И вот в этом смысле в культурной традиции живопись была медиумом власти. Картина представляла ту картину мира, которая господствовала в обществе. Когда в начале 20 века началось крушение картин мира, и в дроблении, и в фрагментации, это отразилось и на происходящем на холстах. На сегодняшний день живопись, она как бы, да, такой медиум самого себя. Она говорит уже не от лица неких там предков, духов, божеств, чего угодно, а от лица самой себя рассказывает о своей собственной, тоже, впрочем, вполне интересной истории, и через рассказ живописи о том, что она могла раньше, о том, чего она не могла, о том, о чем она мечтала в 20 веке, но достичь не могла, например, я не знаю, разорвать, поломать холст окончательно, или выйти совсем там в 3, в 4, или может быть даже в большее количество измерений. Вот это все стало возможным, об этом живопись, ну, своим языком и пытается рассказывать. А так, ну, в целом, можно и по-другому это увидеть, на самом деле. Живопись как медиум, она может рассказывать и о других медиа, тех медиа, которые пришли после нее, на смену ей, допустим, видео, цифровая графика и так далее. Конечно, живопись может рассказывать и о каких-то своих технических сложностях, о том, как течет краска и так далее. Ну, это уже, наверное, на любителя эстету такого, как бы, немного консервативного было бы рассчитано. Я думаю, что есть разные художники, которые практикуют живопись. Есть, наверное, живописцы. То есть, грубо говоря, можно разделить их условно на два подотдела. Живописцы и те, кто использует живопись для достижения каких-то своих целей. Я думаю, что себя я, конечно, отношу ко второй группе художников. Для меня живопись — это один из способов нечто сказать или рассказать, или там, показать. Нечто невидимое, допустим, другими методами невидимое. Есть также и живописцы, чей труд уважаем и востребован, конечно, но он, вот, все-таки не, как мне кажется, не слишком касается каких-то основных сегодняшних проблем. Кроме того, их можно, те, кто использует живопись, делить еще по другим признакам. Начинающие и, я не знаю, мастодонты или аполитичные и политические художники там. И так далее. Но на самом деле, вот, либо художник думает о том, какую роль его, вот этот объект раскрашенный, будет играть в реальном социальном пространстве, либо он просто упивается вот этим излучением живописного образа и довольствуется только вот этой старой магией и краски, тона, света и так далее. Я думаю, что еще вот по этому признаку можно разделять использующих живопись людей. Либо живопись — это, как бы, действующее лицо в некоем социальной интриге, спектакле и так далее. Либо это объект, а не субъект. И тогда это вот такое более уже понятное всем. Это интересный вопрос, в чем оно может быть. Потому что, ну, пока что обновление происходит за счет смешения, скрещения, мутаций техник, там, сюжетов и всего прочего. Ну, вот какое-то решительное обновление, я думаю, что оно возможно только, если изменятся социальные структуры в обществе современном. Допустим, общество снова станет феодальным. Вот время пойдет назад, и, ну, допустим, технологии не пойдут назад, а социальное время пойдет назад. Возникнут снова такие феодальные иерархии, как бы жесткие вертикали, подчинение, там, эксплуатация, крепостничество. И тогда, конечно, там парадный портрет будет востребован, большая батальная картина, появится новый Пуссен. И все пойдет опять по кругу, возможно. Или не по кругу, а как-то еще. Но, ну, и, соответственно, можно вот, исходя из этой схемы, строить самые разные прогнозы. Главное, что, мне кажется, вот картина — это такой фрагмент некоего самообраза, такого воображаемого зеркального отражения общества. То, как себя видит общество, оно отражается вот на каком-то уровне в состоянии живописных произведений. В этом смысле, кстати говоря, живопись сравнима с кино, с кинематографом. Потому что кинематограф, он выдает, коммерческий кинематограф, я имею в виду, выдает некий, как правило, такой большой социальный миф. Такие приятные сказки обществу про саму себя рассказывает. Живопись, она более частная такая вещь, менее вот коллективная, массовая, конечно, чем кинематограф. Но она тоже связана вот с самообразом социальных групп, с тем, как они себя хотели бы воспринимать с их фантазиями о себе. И вот развитие или там мутации живописи, они зависят от вот этих социальных фантазий.